Друзья, всем привет! Пятница на дворе и блондин придумал сегодня викторину. Ну знаете, пытаясь что-нибудь новенькое делать, создавать, чтобы вас удивить, и в тот же момент вроде бы и развлечь, и чтобы полезно было. Есть такое словечко, как лайфхаки. Лаки-каки-маки. По-нашему это просто советы. Я прекрасно понимаю, что среди вас есть опытные, взрослые люди, которые по 10, 20, 30 лет за рулем, все знают, палец в рот не клади. Но также есть молодые водители, которые год назад получили права. Есть девушки, которые часто обижают, что я говорю, парни, всем привет, но не обращая внимания на них. Девчонки, вот он лайфхак, тут на руке. Суть в следующем. Досмотрите видео до конца и выскажите ваше мнение в комментариях. Узнали вы что-то новенькое для себя или же вы все знали? Смотрим. В роли подопытного кролика у нас все так же выступает Toyota Camry. Купил тачку, нужно выжимать из нее все соки. Друзья, несмотря на то, что солнышко, асфальт, казалось бы, зима уже кончается, нет, она в самом разгаре. Я вам в первую очередь хочу рассказать про вот эту замечательную кнопочку. Вот так она выглядит. Естественно, бывалые все про нее знают, но тем не менее, это курсовая устойчивость. Что она сама по себе дает? В первую очередь, чтобы ваш автомобиль не уходил в занос. Она плотно работает с системой АБС. АБС это антиблокировочная система. Когда вы едете на автомобиле, нажимаете резко в тормоз, попадает лед, колеса не должны уходить юзом, они должны вставать. То есть они все равно крутятся, и машинка потихонечку правильно останавливается. Вот эта система призвана помогать вам заходить правильно в поворот. Если вы вдруг перегазовываете, она должна оставлять вас на правильной траектории. Отключать ее в повседневной жизни не нужно. Но иногда бывают такие ситуации, как сейчас зимой. Вы, например, приезжаете все во двор и видите то, что снега столько навалило, что есть подозрение, что вы можете встать. Особенно, когда автомобиль с передним приводом. Когда вы отключаете эту систему, ваши колеса будут постоянно крутиться, не будет никакой блокировки. Здесь есть первый плюс. То, что вы можете проехать через трудный участок. Допустим, снег, грязь. То есть вы выехали, вот прямая дорога, понимаете, что система может вас заблокировать, вы можете просто тупо встать на ровном месте. Отключая, пожалуйста, поехали вперед, скажем так, как танк. В тот же момент есть минус. Если вы будете перегазовывать некоторым ЖК, кажется, если подозрял, что нужно делать? Газку прям до полу нажать. И тогда сейчас вылетим оттуда. Вы просто-напросто закопаетесь. Все, что вам нужно сделать, отключить эту систему и плавненько, плавненько, ровным ходом проехать по снегу. Не боясь держать крепко двумя руками за руль. Эта система имеет различные аббревиатуры. Вы их сейчас видите на экране. Посмотрите внимательно на эти буковки. Возможно, какие-то из них вы видели у себя в автомобиле. И теперь вы знаете, в какой ситуации они вам могут помочь. Если же вдруг вы все-таки застряли и вас придется буксировать с помощью другого автомобиля, то здесь все просто. Но смотрите, я один раз видел такую ситуацию, когда застрял автомобиль. За рулем была девушка. Она звонит своей подруге. Приезжает она, видимо, на автомобиле мужа. Такой старенький джипчик с фаркопом. И знаешь, что они делают? Они берут на этот фаркоп, накидывают трос. А второй трос они просто берут через решетку радиатора. Вот так вот продевают, завязывают и поехали. При этом рядом стоят мужики, которые снимают все это дело на видеокамеру. Естественно, просто-напросто вырвало ей решетку. Друзья, иди сюда поближе. Есть специальная заглушечка, снимая которую вы увидите резьбу. В эту резьбу нужно включить следующий элемент. Этот элемент находится в багажнике. Называется он палка-копалка, железяка-выручалка. Вот, смотрите, вот он он. Вот это самое чудо. Все, что вам нужно, это вытащить вот эту заглушку и этот элемент вкрутить сюда. После этого вот сюда вы накидываете вас в трос. И потихонечку вас уже можно будет вытаскивать. По-другому делать никак не нужно. Только через этот переходник. Раз уж мы говорим про буксировку, ну как можно пройти мимо автоматической коробки передач? На сегодняшний день в городе встретить коробку на механике становится все проблемнее и проблемнее. Допустим, у вас что-то случилось с машиной, она просто-напросто не заводится. И вам ее нужно там протащить на трассу. Или же загнать на эвакуатор. То есть тоже будут затаскивать. Как правильно сделать? Вы понимаете прекрасно, что в режиме P паркинг этого делать не стоит. Подойди, пожалуйста, поближе. Например, на моей старушке кнопка идет ярко выраженная. Вот она черная, ничего не подписано. Нажимая на нее, машина сейчас, как вы видите, заглушена, можно спокойно переходить в различного рода режимы. Но нам нужен режим нейтраль. После этого все, машину можно толкать, катить и так далее. В более современных автомобилях здесь идет такая маленькая заглушечка, которую вы снимаете так же. И там будет альтернативный вариант этой кнопки. Также нажимаем, ставим нейтраль и автомобиль можно буксировать. Как вы знаете, мой автомобиль сейчас эксплуатируется на газу. И у меня вместо запасного колеса лежит газовый баллон. Но мне частенько пишут люди о том, что как ты так можешь передвигаться, когда у тебя нет запаски. А вдруг что случится? Друзья, есть подозрение, что многие даже не умеют пользоваться запаской. То есть вот так вот что случилось, человек выйдет и подумает, так, ну есть набор инструментов, а как колесо-то поменять? Что вы думаете, если блондин исполнит? То есть я же никогда на видео ничего не делал своими руками. Давайте-ка мы стимим этот легкий эксперимент в течение 10 минут. Я на живом примере поменяю запасное колесо и поэтапно расскажу вам. Посмеемся, посмотрим. Тем не менее, наверняка кому-то когда-то это сможет помочь. Но вот сейчас вообще все удивляет. Личок бензобака. Мало того, что прямо здесь написано, каким бензином вам производители рекомендуют заправлять ваш автомобиль. Очень часто бывают споры, я буду 92-й, 98-й, 100-й. Конечно же, есть множество факторов, степень сжатия, но для простого эксперимента, пожалуйста, открыл, посмотрел, если вдруг автомобиль новый, забыл, ну всякое бывает. Опять-таки, бывает так, что люди покупают новый автомобиль, приезжают на заправку и вот она сидит с женщиной, например, начинает мешкаться. Парни молодые тоже, а где у меня бак слева, справа, начинают выстраиваться по-разному. Друзья, все элементарно и просто. Открываем автомобиль, садимся и на приборной панели мы видим вот такой индикатор, который напоминает нам как раз-таки заправочную колонку. Видите, с левой стороны стрелка стоит. Она нам говорит о том, что наш лючок находится слева. Если стрелка бы стояла справа, то лючок был бы справа. Здесь все элементарно и просто. На самом деле, фишка полезная, особенно если у вас 5 автомобилей, 6 автомобилей, либо же вы передвигаетесь на разных машинах. Все мы с вами хотим передвигаться на автомобиле с комфортом. Но со временем бывает так, что машинка вдруг начинает ехать вправо, начинает ехать влево. Мы приезжаем, делаем сход-развал, все хорошо. Мы делаем балансировку колес, все хорошо. Но многие, даже специалисты автосервисов, пренебрегают простым правилом. Это давление в колеса, которое может изменяться в зависимости от температурного режима. Становится холоднее, оно меняется. Становится теплее, оно тоже может измениться. У нас на двери есть легкая памятка, где производитель нам пишет, сколько нужно выставлять давление в зависимости от того, сколько человек будет передвигаться в автомобиле. Я обычно выставляю давление 2,3. Но тут на днях происходит интересная ситуация. Еду я по ровной дороге, но машина начинает сильно уводить вправо. Заезжая я на сервисе, выясняюсь, что в этом колесе и в заднем давление стоит 2,3, а в двух других 1,8. И самое главное, что никто внятно не может объяснить, вследствие чего так упало давление. Конечно, есть предположение, что вот эти так называемые сосочки начинают пропускать. Цена вопроса по ремонту 100 рублей, но здесь дороже встает шиномонтаж. Давление выставили, все, разгоняешься, машина едет прямо. Поэтому, друзья, следите за давлением обязательно. Цена вопроса на сервисе 100 рублей. Но есть многие заправки, где вы это можете сделать бесплатно самостоятельно. Да и вообще, правильно выставленное давление на многое влияет. На износ шин раз, на мягкость хода два. Если бы поменьше сделать, допустим, 2,1, машина будет ехать помягче. А сейчас для всех тех, у кого автомобили с пробегом. Ребята, если особенно вы живете там, где у вас суровый климат, холодно зимой, то вы можете столкнуться с простой ситуацией, когда у вас садится аккумулятор. Здесь важно понимать, как его снимать. Вот смотрите, показываю на простом примере. Красный – это плюс. Здесь должен быть синий, но у меня он пропал. Синий – это минус. Когда вы снимаете аккумулятор, в первую очередь вы должны снимать минус. Только потом вы снимаете плюс. Но когда вы ставите его обратно, вы сначала ставите плюс, а потом ставите минус. Это важно. Потому что, если вы сделаете наоборот, то есть вероятность, что произойдет короткое замыкание, и это будет совсем неприятная ситуация для вас. Я понимаю, что, как правило, за аккумулятором лезут немногие, но, тем не менее, вы это должны знать. Запомните, сначала минус, когда снимаем, а когда ставим, сначала плюс. Как-то раз я заезжаю на сервис в Мазду, и мне парни говорят, иди, сейчас мы тебе покажем прикол. Стоит CX-5. Они говорят, на нем пробег больше 60 тысяч километров. И за все это время женщина, управляющая им, ни разу не меняла масло, вообще ни разу техническое обслуживание даже не делала. И автомобиль там был в печальном состоянии, потому что масло кончилось, и двигатель там стуканул. Соответственно, девчонки и ребята, которые только купили автомобиль, и думают, что, а, залазь в подкапотное пространство, зачем это нужно? Нужно периодически смотреть все равно за уровнем масла. Но не каждый знает, как это делать. Вот давайте я вам просто наглядно покажу, во-первых, как ориентируются по этому щупу. Показываю сблизи. Вот эта точечка, она говорит о том, что это минимальный уровень. Когда ниже, это уже плохо. Нужно срочно доливать масло. Вот эта точка говорит вам о том, что это максимальный уровень. Если будет больше, это тоже плохо. Соответственно, в идеале, то есть, должно быть чуть выше среднего. Ну, где-то на серединочке, может быть, чуть повыше, вот в этом диапазоне. И тогда будет все хорошо. Как проверить уровень масла? Ну, в первую очередь, смотрите, есть разные мнения. Одни говорят, приходишь, на улицу минус 25, пофигу. Прям щуп опустил, поднял, посмотрел. Я же придерживаюсь правила, что нужно завести автомобиль, чтобы он там поработал 10 минут хотя бы, прогрелся двигатель, скажем так. Приехать на ровный участок, остановиться, заглушить его, подождать минут 5-7, пока масло стечет в картер. И только после этого делать замеры. То есть, мы вытерли щуп, опускаем вниз, достаем. И, соответственно, смотрим уровень масла. В нашем случае, как раз-таки, чуть ниже максимального уровня. То есть, что говорит нам о том, что масло свежее. Да и сейчас вы даже сами видите, что оно не черное. Потому что масло я менял 1004 назад. Двигаемся дальше. Слышно меня было, нет? Смотрите. В силу того, что сейчас зима, и вот сегодня вроде бы солнышко, завтра опять попрет снег. Очень часто бывает так, что на щетке у нас происходит налипы. Когда начинаешь им пользоваться, вот здесь полоса, которая не очищается, есть два пути решения. Первое. На самом деле, существуют давным-давно щетки с подогревом. И стоят они не так дорого. То есть, вся поверхность будет подогреваться. Это можно установить. Таким образом, ваши щетки всегда будут тепленькие. И то есть, к ним ничего прилипать не будет. Второй вариант самый простой. Заехать в любой магазин. Есть химия, размораживатель так называемый. Когда вы выходите, вы можете вообще на стекло попрыскать. В течение 10 секунд все оттает. Вот как правило, люди в такую погоду хорошенечко обрабатывают свои щетки ей, этой химией. И в принципе, с этими вопросами не сталкиваются. Очень много советов. Кто-то натирает специальными тоже средствами эти дворники обрабатывают. Таким образом, они вроде бы чистят лучше. Вариантов масса. Посмотрите, если вы сталкиваетесь с такой проблемой, вас она напрягает, решение есть. Частенько спрашивают, как выбрать автосервис, где пройти обслуживание, где пройти ремонт автомобиля. Как понять, не обманут ли тебя там. Друзья, на самом деле, здесь есть такой легкий советик. Вы должны по вашему автомобилю хотя бы разбираться в двух-трех элементах. То есть, вы приезжаете на сервис и говорите, слушайте, мне вот сказали, что у меня амортизаторы потекли. Их нужно менять. На самом деле, в этот момент, ваши амортизаторы в исправном состоянии. Загоняете на сервис, если после осмотра вам человек говорит, да, да, вот они потекли, один и второй нужно менять, они у нас есть. Цена вопроса. Называют вам сумму оплачивать, сейчас все сделаем. Вы понимаете, что он вас уже обманывает. Соответственно, нужно сказать, извините, мне надо ехать дальше. Если же вы приезжаете, и вам человек по-честному все рассказывает, показывает, где у вас что потекло, что у вас неисправно. Если подшипник шумит, он вам это демонстрирует. В этом случае, в принципе, сервису можно довериться. В любом случае, по Москве очень много предложений. У меня есть один товарищ, никакая не реклама. Я к нему сам в ближайшее время съезжу. Мы застинем там сюжетик, там же сервис там интересный. Поэтому подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали. Я вам покажу одно интересное место. Возможно, вы там будете обслуживать ваши автомобили с пробегом. Ну и завершающий совет, связанный с коврами. На самом деле, когда я первый раз об этом услышал, я вообще рассмеялся. Сказал, что за бред, чего только они напридумывают. Смотрите, если вдруг вы во дворе там у себя застряли, на льду стоите, пробуксовываете, не можете, казалось бы, выехать с ровного места, все, что вам нужно, это вытащить ваш коврик. Особенно хорошо подходит в ворсовые ковры. Вы подкладываете его под колесо, и таким образом у вас появляется зацеп. Вот казалось бы, да, ну что за дурь? Но мне это реально помогло. Прошлой зимой на Майзде я один раз застрял сзади дома, много снега выпало. И вот просто пробуксовывал, подложил ковер и выехал. Поэтому вот этот лайфхак мне лично самому пригодился. Вот такая подборка получилась у меня советов, которыми я сам периодически допользуюсь. Друзья, если вдруг есть более существенные, более полезные советы, пишите их в комментарии, пишите их мне в личные сообщения, и возможно выйдет вторая серия. У меня на этом пока что все обязательно. Подписывайтесь на инстаграм нашего канала, там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok